Если мы будем меры соблюдать, мы будем работать. Если нет, то мы будем останавливать деятельность торговок. Меры крайние, но иначе вразумить предпринимателей трудно. Сотрудники Роспотребнадзора выехали на очередной рейд по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. В этот раз объектом для проверки стал торговый центр фабрика в Назрани, известный в народе как «Синее здание». Обязательно маски, антисептик, чтобы и посетителям, чтобы и сами вы соблюдали эти меры предосторожности. Болезнь только прогрессирует, она никуда не делась. Там есть вероятность объявления даже карантина. На первом этаже расположены торговые точки с одеждой и обувью. Посетителей много и в один магазин могут одновременно войти до 10 человек. Идеальные условия для распространения опасного вируса. Впрочем, большинство клиентов в масках, которые раздают при входе. Многие продавцы правила соблюдают, но напомнить о последствиях халатности будет не лишним. Еще одна мера предосторожности – социальная дистанция. Не нарушить ее поможет разделительная лента, которая у многих уже стерлась и ее нужно обновить. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают – средства индивидуальной защиты должны быть всегда в наличии и с запасом. Маски, перчатки и антисептик нужно ставить в доступном месте для клиентов. Помимо соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, в торговом центре также проверяли разрешение на деятельность и другие условия для ведения торговой деятельности. В ходе проверки сотрудников Роспотребнадзора насторожило объявление, на которое они наткнулись в одном из магазинов. Товар обмену и возврату не подлежит. Харца, душа, у нас штрафы киша. В течение 14 дней, если товар не был в употреблении, дохуй сижу, душу обменять. За это будут штрафные санитры. Обязательно убери. Представители торгового центра обещали устранить все недочеты как можно скорее. Действовать нужно здесь и сейчас, потому как специалисты фиксируют резкий рост заболеваемости в регионе. Указом главы республики ограничительные меры были продлены до 31 октября включительно. Масочный режим все еще действует и за его несоблюдение будут штрафовать. Очень значительные штрафные санкции для индивидуальных предпринимателей. Там 50 тысяч рублей, юридических лиц доходит до 200 тысяч рублей. И есть это меры предосторожности, то что если суд выносит решение, на приостановку деятельности тех торговых точек, тех предприятий, которые не соблюдают эти меры. Сотрудники Роспотребнадзора зашли в несколько торговых центров. По итогам рейда они отметили, что санитарно-эпидемиологические меры в целом соблюдаются на должном уровне. Это результат штрафных санкций, которые применялись ранее к торговым объектам. Кардинально изменить ситуацию можно только в том случае, если каждый позаботится о своем здоровье. Микаил Тангиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.